Всем классический, наверное, центровой Ричард Солман, но он очень быстрый, у него есть и передача точная, резкая. Ох, и Денис Захаров продолжает, словно, да, в прошлый матч, и по ходу всего матча справляться очень сложно. А вот смотрите, Игорь Волькин, это открытие, суперкубка! И бросок сверху! Томас Уинбуш, 9,8 секунд, есть у него трёхочковый бросок! Вот это да, но Донова есть преимущество в массе, есть преимущество в росте, Артём надо обыгрывать. Это октагон буквально какой-то, в трёхсекундной зоне, Артём Деменко разобрался. Малейщиков там больше трёх тысяч собралось, мне кажется. Уинбуш пошёл под кольцо, и... Да что же ты творишь, Томас Уинбуш! ...зобивает Томас Уинбуш с сирены! Организовать рывок Калип Холмсли против Ливио Жан-Шарля. Заваливается, тушки стали четверти, и обязательно вернётся полный сил Троеновкина. Первые два очка, Томас, что же ты творишь, сколько тебе лет? Томаса! Томаса! Вот это победа, Ричард Соломон! Чувство атаку Зенита. С одной стороны не так заметен, с другой стороны оставь его одного на трёхсекундной дуги. Ладно, берём свои слова обратно, Ричард Соломон выберём. Может бросить, даже через рулька и забивает. Мы прямо сейчас наблюдаем за рождением нового Зенита. Ливио Жан-Шарль очень активно защищается. Уинбуш на победу! Ну что же ты делаешь? Томас Уинбуш! Вот это да! Король! Настоящий король сегодняшнего матча! Повет, Воскланд, успокаивает своих подопечных. Дело ещё не сделано. Как быстро на рывке ушёл Томас Уинбуш. 2,3 десяток определяют арбитры. Да.